Музей Одинцовского городского округа Инна Мартехова, методист Одинцовского музея. Здравствуйте, Инна! Здравствуйте, Полина! Очень интересно называется выставка о дачной театре земли Одинцовской. Откуда такое название? Чему посвящена экспозиция этого зала сегодня? Это действительно очень интересная выставка, посвящена она дачным театрам. Дачные театры появились в поселках на рубеже 19-20 века с развитием железной дороги. Люди отдыхали здесь и как-то должны были разнообразить свой досуг. Но как один из вариантов были дачные театры, которые организовывали, как правило, сами дачники. Вот, например, Немчиновский театр был организован Василием Ивановичем Никитиным, надворным советником, который в Немчиновке появился как арендатор дачных участков. И на одном из таких участков он построил здание театра, который назывался Зеленый театр, и рядышком танцплощадку. Была программа любительских спектаклей, в которых участвовали и его дети, и дачники-любители, танцевальные вечера, детские игры, фейерверки. И все это было совершенно бесплатно для зрителей, которые приходили. Это было как-то под открытым небом, или это все-таки... Да, это было частично в здании. Театр был в здании. Театр сам был в здании, да? Да, это был в здании. То есть они зимой работали? Нет, зимой, конечно, они не работали. Это было здание неутепленное. На время дачного отдыха. Да, конечно, когда приезжали люди отдыхать сюда, то есть на теплое время года. И помогал ему деверь одной из его дочерей, Евгений Лепский. Это был актер и режиссер малого театра. Он помогал ставить спектакли, писать сценарии к ним, как-то помогал актерам. Людям очень нравилось там играть, они с удовольствием это делали. Но, к сожалению, в 1917 году театр прекратил свое существование. Вот есть еще у нас витрина, посвященная Баковскому театру. Этот театр был основан в начале 20 века Федором Федоровичем Броком, банкир. Он имел там свою дачу и, в общем-то, построил театр неподалеку от самой станции. Это было очень красивое здание с колоннами в стиле классицизма. Там актеры, там, играли, опять же, дачники местные. Вот одна из семей, которая участвовала в спектаклях, семья престанционного смотрителя Пановича, Ивана Георгиевича. И вот его дочери стали потом известными актрисами малого театра. На самом деле, многие, кто играл в этом театре, потом продолжили актерское дело. То есть они начинали как любители, да? Да, они начинали как любители, исключительно в качестве летнего какого-то досуга. Но, к сожалению, этот театр сгорел до начала Великой Отечественной войны. Это было деревянное здание и сгорело достаточно быстро. Так и не выяснены причины, но, тем не менее, это дело продолжается до сих пор. Люди вспоминают о тех, кто вырос, в общем-то, большими профессиональными актерами. В Одинцово тогда тоже было в конце 19-го, начале 20-го века. Это было дачное поселение. И один из тех, кто имел здесь землю, то есть землевладелец, архитектор Подобедов, он решил устроить в своем имении сад и театр Прометей. Это было замечательное, просто развлекательное место, где были и ресторан, и лодочная станция, и танцплощадка, и сам театр. Собственно, все это было очень красиво устроено. В самом театре были замечательные декорации, очень красивые костюмы. Все это было прекрасно и предполагало, что будет привлекать москвичей, которые, в общем-то, в летнее время здесь были основной частью населения, в самом Одинцовом. Привлекались также московские трупы актеров для участия в спектаклях. Но, к сожалению, сам театр просуществовал недолго. Где он находился территориально? Территориально это было в районе Красногорского шоссе, где-то в двух верстах от станции. То есть там была как раз усадьба Красная Горка, она принадлежала архитектору Подобедову. Вскоре он умер после того, как все это основал, и досталось наследство его невестки Маргарите. Но, к сожалению, видимо, театральное дело было не ее. И через два года театр перестал существовать, он не приносил каких-то там существенных доходов, а ее это не интересовало. Также у нас был интересный театр на станции Большие Веземы. Это был один из первых крестьянских театров. Основали его студенты МГУ. И, говорят, даже Лев Толстой посещал спектакли, которые там ставились. А почему он назывался крестьянским? То есть там играли крестьяне? Да, совершенно верно. Там играли только крестьяне. То есть если в дачных театрах Немчиновки и Баковки, там в основном дачники, то есть принадлежащие дворянскому сословию, то здесь только крестьяне играли. И, в общем-то, студенты им просто помогали ставить, помогали со сценарием, там как-то с актерской игрой. В общем, просто в качестве помощников бы выступали. Ну, к сожалению, до наших дней ни один театр не дошел, да? Да, вы правы. Но, тем не менее, и в наше время здесь есть у нас театр. Дачные театры, в общем-то, до сих пор интересны для тех, кто интересуется культурой конца 19-го, начала 20-го века, потому что это действительно было средоточием общественной жизни и культурной жизни дачников и вот москвичей, которые приезжали отдыхать сюда. Спасибо большое за интересный, увлекательный рассказ. Очень много нового мы узнали о дачных театрах нашего города и нашего округа. Обязательно придем к вам еще раз. До свидания, Инна. Спасибо, до свидания. Ну, а мы прощаемся с вами, дорогие телезрители. Увидимся в следующих передачах.